Чуть-чуть перед большим перерывом и я рассказал про табличку, потому что здесь вот эти 10 классов симметрии, которые характеризуются, имеются соответствия между классами симметрии исключения документа дьянов и вот этими симметрическими пространствами, которые интересны в математике и соответствия на самом деле устанавливаются даже двумя способами, а именно что-то для одного класса. Симметрии соответствуют какое-то симметрическое пространство. Прямо как многообразие буквы нет дьянов, а также второе, соответственно, более хитрое, как многообразие, на котором идет поле сигма-модель. И это те же самые 10 пространств, но они другого пространства. Последнее, что я сказал, что в таком богатстве симметрии это все равно еще не все, а еще бывают экологические свойства, которые надо менять очень сильно травмные свойства. И это хорошо известно, начиная с воздействия, например, квантовой верхового. То есть я напомню, что такое квантовый эффект Холла. В случае, что такое эффект Холла является очень примитивно двумерная система. Мы рассмотрим квантовый эффект Холла в двумерных, потому что система двумерная. Думерная система с поперечным магнитно-полем медикулярным и пропускается ток в это направление и измеряется падение на движение. То есть электрическое поле вдоль и попереку. Соответственно, они дают вам компоненты T сопротивления, продольное и поперечное, как XX или YX, которое называется Холлос, потому что эффект классический был обнаружен Холлом. То есть, что такое эффект Холла изображено здесь, и открытие отопления квантового лица получил Нобелевский кремя, в 85-м году, открытие было в 80-м году. Значит, что видно, это изображено следующее, это магнитное поле, это компоненты, вот красное, это компоненты РОХХ, а зеленое, это компоненты РОХХ. Значит, и видно следующее, что в слабых полях, в маленьких магнитных полях, ничего особо интересного не происходит, продольное компонент, примерно, как константы, с какими-то небольшими от нее отклонениями, а Холловская линейно, и, на самом деле, константа РОХХ, линейная РОХХ, это то, что вообще классическое ожидается, просто с решением классического наибольского. Теперь, видите, есть всякие эффекты, которые мы обсуждали, квантовые поправки, поэтому, как мы говорили, это то, что мы раньше говорили, все было в маленьких полях. Но теперь, как раз, в сильных полях происходит что-то очень серьезное, а именно, вместо линейного компонента, мы видим, здесь вот эти ступеньки, плоту, а продольная компонента вообще постоит, начинает обращаться почти везде в ноль, а там есть переходы между плотой, эти скачки, она по каким-то, по каким-то, по каким-то, что такое замечательное явление. И, наконец, главная замечательность дополняется, и очень особенная замечательность в том, что, если посмотреть на величину вот этих, а здесь вот это сопротивление, и то окажется, что, соответственно, контактанс, то есть, если обратить это сопротивление, то контактанс будет целым кратным Е квадратного аж. То есть, отзначающее сопротивление, там, здесь, знаете, вот это 25 кВм делить на целое число. Ну, не 25 кВм, а утром Е квадратного аж, с очень высокой, вообще, так сказать, безумно, насколько это сейчас оказалось. То есть, с такой точностью, что сейчас эффект используется в метрологических применениях, то есть, безумно, значительной степени уже метрологии. И, конечно, я не знаю, что я буду говорить, что это целочисленное, потому что здесь изображено так называемое целочисленное квадратное эффект холло. Несколько лет позже, точнее, после открытия, в 1982 году, был открыт дробный план рефект холла, в котором эта картинка еще богаче, и имеется платон, ну, для самого поля синих поля, в поля чистых образцах, имеется платон на гробях. То есть, там, появляются гроби 1, 3, 2, 3, там, 2, 5, 3, 7, 9, 19, и всякая норма. А, и там такого типа картинка еще богаче, если бы понятно, что гробей много. А, вот, теперь этот дробный квадратный эффект холла – это, с учетом, тоже удивительное соцепление, которое, оно связано с неправением их сильно коррегированных состояний. То есть, в то время как целочисленный квадратный эффект холла связан, в первую очередь, с настоящей беспоняткой, и, собственно говоря, квантовая перференция, квантовая локализация, взаимодействие здесь большую роль не вжарит, но разве что определяет шлифы эти пиклы, в то время как, видите, перекрылся, в то время как дроган на одном фректе положили. Это, ваще ли, мы говорим, это взаимодействие, воспитание, соответственно, сильно коррегированное состояние. В целом, это область квантового эффекта холла, целочистого, дроганом, и все, что до этого развилось, это очень цинхральный властей сервии и динансировал состояние десятилетий, до сих пор очень активно там постоянно. Ну, возникает, но я... Можно наделить ему цикулы, если я не могу, но вот сейчас пора только про немножко про квантовый, свалчистый квантовый эффект холла, как, например, удовлетворение чаровой топологии. Такое, значит, объяснение тому, что не происходит, оно следующее, что в мерном... Как устроено состояние электрона в двумерном электронном устройстве? Ну, если бы не было никакого беспорядка, то просто электрон предвещать магнитополию, то были бы уровни ландала, что ли, помонтовались, вот если я пример, где дополнительное состояние, вот там, где эти синие полоски, здесь бы были в положении города ландала, это просто, по сути, гармонический осцилет. Правда, мы не походим. Берегинский гармонический осцилет. Где амин и С, это циклатронная частота, это просто та частота, который классически обращается в этом поле. Теперь каким важным параметром является вот такой фактор, который называется фактор заполнения nu, который говорит просто, сколько вот этих спецкорбней ландал за пол. Ну, и на самом деле, вот это и есть концентрация электронов, это магнитное поле и умножить на код потопы. Другой способ предсказать количество электронов в системе, поделить на количество код потопов в системе. Теперь, то есть пока, когда nu там было, по единице заполнялся к первому руку ландалу, они просто, это не куда у ландалов вырождены, это МФИ, это их вырождение, и, собственно, пока n, я меньше, если заполнялся к первому руку ландалу, потом заполнялся к второму руку ландалу, теперь беспорядок приводит к тому, что, как изменяется эти руку ландалу, ширяются и возникает какая-нибудь дуэридная новая состояния. Мне очень удивительно. А дальше вступает в дело адресовская локализация, о которой я говорил. И, как мы знаем, адресовская локализация, как мы говорили, до сих пор в двумерии все состояния нормально должны быть локализовывать. И в этом классе не перейдь вообще-то в состоянии нужно их локализовывать. Теперь, конечно, я вам говорю, что локализацию в двумерии обычно не вдруг увидишь, потому что длина локализации безумно большая, потому что она есть экспонент, она стандартанская. Но вот тут магнитное поле помогает. Дело в том, что, если просто посчитать, какая здесь будет классическая проводимость, то из-за того, что просто классическое магнитное поле поформует дру. Магнитное поле поформует дру и появляется электронизм. Множность в номинации единицы плюс омега ц в квадрате, то есть придет себя как один-другой в квадрате. Есть случаи достаточных магнитных поля, а проводимость оказывается классическим магнитным. Она сравнивает все квадраты раньше, и там, естественно, ожидает локализацию. Что мы, в общем-то, и видим? Если я говорю продольную проводимость, то видно, что она вот здесь равна нулю, и это и есть проявление локализации. Это означает, что большая часть состояний на самом деле действительно реализована, так как мы и ожидали на ней. Однако же оказывается, что вот в центре каждого зоны вандала, то есть там, например, раньше находился уровень вандала, но не совсем как-то. Остаются в локализованных состояний. По представительности, это одна энергия на каждый уровень вандала, где состояние остается в локализованных. И это я объясняю то, что происходит. Когда мы... ой, прошу прощения. Когда мы меняем магнитное поле, мы меняем, вот этот самый факт, мы заполнили гим, что означает, что мы двигаемся. Ну, химический конденсал двигается через эти уровни вандала. На самом деле, когда мы меняем магнитное поле, химический конденсал стоит, а двигается к уровню вандала. Это плотнее. А мы двигаемся через эти уровни вандала. Ну, в тот момент, когда мы проходим через делокализованное состояние, происходит вот это вот явление, что имеется пик продольной проводимости и переход на магнитное поле вандала. Теперь, ну тут, значит, можно задать вопрос, а почему-то, собственно, у нас есть делокализованные состояния, если из общей теории какой-то инвалидный пикнетинг не должно быть, должно быть локализация. что такое произошло с точки зрения теории, о которых я вам говорил, и оказывается, что с точки зрения этой теории поведение следующее, что теория поля, которая описывает это, не есть просто российский модель, которую я описал, которая вот здесь дается вот этим первым шлемом, а содержит еще один дополнительный шлем. И этот дополнительный шлем – это так называемый топологический шлем. То есть, оказывается, что существует возникает второй член в теории поля, которая есть топологический шлем. Я сейчас объясню, почему он топологический. И это действует в этой модели более химик. И в ней есть уже две константы, связаны не только вот эта проводимость сигна X, которая генетическим членом обычным, но и еще вот этот, топологический метод как раз оказывается сигна X, X и Y – холостая проводимость. И поток или норм группы надо теперь рисовать вот не по одному, ни одной константы связи отсюда. То есть, то, что было раньше, находилось вот на этой оси сигна X, сигна X в микро-мутрию, когда нету поляческого шлема. И здесь должна быть стрелочка вниз, не алексована, она вот здесь должна быть вниз. Это означает, что поток идет вниз, в сигма X и сравняется в локализации. В этом функциональном анализате все течет в локализацию. Но при небольшой сигме X и Y все тоже течет сюда, в локализацию. Но если вы начнете с большего значения сигмы X и Y, то есть достаточно сильного магнитного поля, то оказывается, что все течет не сюда, а вот сюда, вот в эту точку. А эта точка, это сигма X и Y, по-прежнему равно 0, но сигма X и Y равно единичке. Ну, единица ке квадратному ажу. А если здесь начнете, то потекете сюда, в 2 ке квадратному ажу, и так далее. Вот эти разные фиксированные точки, в которые можно притечь, соответствуют разным... Соответствуют разным платотам. Вот здесь. Ну, разумеется, раз можно притечь сюда, а можно притечь сюда, где-то довольно очень разделяющие. Их разделяются вот эти фиксированные точки, которые запрессуют точкой перехода. Слева один течет сюда, справа один течет сюда. А епсинон у меня это что такое? Слева. Ой, епсинон у него это антисимметричный конзор, епсинон X и Y, плюс один епсинон Y, минус один. Ну, это просто способ записать Q, X, Q, и дальше. Сейчас скажу, что я вообще не знаю. Значит, вот эти состояния на разных полосах плотон, которые описываются вот эти точки, являются примером, да, по физике, чем они отличаются. Значит, у них, Сигма, X, X равен 0, все локализовано. И мы видели, что Сигма, X, Y, здесь равны единичке, здесь двойчке, как видите. Это связано с тем, что в системе есть краевые состояния, которые бегут по краю. То есть, вот в этой точке по краю будет бежать одна краевая мода. И помните, я показывал вам, эти краевые моды в планном хорде, там, раньше, когда про проволочек было. Здесь могут бежать две краевые моды. И так далее. Простите, это Сигма, это вообще, а что, там, это еще? То есть, если это Сигма, то даже это Сигма? Ну, по симметрии он правильный. У вас есть магнит, но он возникает из-за магнитного поля, да? Ну, вот он такой, какой должен быть. Магнитный поля, но, уже смертель, он правильный посвет. Да, естественно, без магнитного поля он запрещен. Наличие магнитного поля разрешает обычное. Вот в этих состояниях имеются проевые моды, здесь лежит однако 3, здесь 4, здесь 2, там, здесь полотон. Со мной проевые моды. И это примеры разных состояний топологического изолятора. Я чуть позже был вывозить топологический изолятор, и это ровно и есть самый первый пример, который может быть известен, топологического изолятора. То есть система, которая является изолятором в подъеме, но по краю у нее текут какие-то моды, или по поверхности в общем случае. Причем эти моды текут, и они не локализуются, они защищены от обороны. В данном случае они, это видно из того, что они все текут в одну сторону. Они хотя бы одномерные, я вам говорю, что одномерие вообще локализации у членов происходить. Но они текут в одну сторону. Поэтому даже если течет там 2 или 3 штуки в одну сторону, и между ними даже как-то рассеяние поставить, локализация у него не может быть, потому что вообще нельзя заходить назад. Они умерли, все идут вперед. Локализация происходила из-за того, что на примесь к рассеи присутствует сюда и поставили. И мы увидим, что в общем случае так устроены топологические изоляторы, что у них в объеме все залокализовано. А включение в состоянии. А на поверхности есть состояния, и они, что говорится, топологически защищены. Топологические кадры тракторы. Топологические изоляторы бывают двух типов классов, точнее, а именно Z и Z2. В этом смысле отличение группы 5. Z это группа всех целых чисел по сложению. И это, например, Z-топологический изолятор – это число кривых состояний, может быть, любым целым числом. Отрицательно означает, что оно может быть. А мы увидим, что будет топологический изолятор класса Z2, когда, может быть, или нет топологических изоляторов, или нет с кривых состояний. Вот такое, значит, замечательное объяснение. Теперь, что такое вообще топологический член? Что он такой вот? Этот топологический член – это следующая вещь. Он, значит, ну, смотрите. Начинается здесь некоторое поле Q, которое определено пространством. Двумерное наше пространство. У нас система двумерная. Значит, есть отображение двумерного пространства в двумерном сфере. А теперь нужно еще одна вещь сделать. Давайте представим, что я двумерное пространство, как говорят, компактифицирую. Ты посчитаешь, что мы бесконечности, как бы одна точка, тогда у меня получится отображение сферы в сферу. Это отображение сферы в сферу можно классифицировать таким целым числом, эпологическим индексом. Было это проще всего понятное от отображения окружности вокруг. То есть понятно, что если у вас есть отображение окружности в окружность, то в то время, что у вас исходная координата и прочее обошла один раз по окружности. Так, куда вы отображаетесь, может вообще не обойти, а может один раз обойти, может два, три. У меня есть такое целое число. И понятно, что это целое число, оно этапологическое в том смысле что? Оно может быть только целым и никакими маленькими изменениями время естественно изменить, поэтому не может. Вот этот интеграл, он ровно это и считает. Он считает количество вот этих оборачиваний, а сколько раз это отображение окружилось в нас. Ну и все этапологические индексы, которые будут встречаться, они будут. А, того же концерта. Хорошо. Теперь, значит, это было как вам эффект пола, а теперь я перехожу к следующему. А теми, которые имеют посредством отношения, это графит. Ориентировался. Спасибо. Ура. 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 А, ну все будет, идем. Хорошо, значит графен. Наверное, известно, что графен – это моноатомный слоев графита. Здесь нарисована структура графита, слоистая структура. Один слоев графита – это графен. Он же является, не из него как бы свернут, но, в смысле, наркруппы – это графен определенным образом свернут. Он может аппаратом сворачиваться, и это уже. И это произошло сравнительно недавно, а именно 2004 году. В Манчестере, с группы Андрея Ильеева, Костя Новосева. Вот с первого ряда достигла новостей, стало очень бурно. Есть много групп, которые этим занимаются. Значит, два слова про то, как они очень примитивны, схематичны. Техника, которую я бы сказал, здесь изображена. Техника, которую они разбили, очень примитивная. Я называю «Скоч-четырех» техниками. Более-менее то, что мы имеем в виду. В общем, это мудрые какие-то вещи. Но, по сути, то, что берется кусок графета, гидрофита и, так сказать, расчисляется так, чтобы у него, не менее, осталась чешуйка, которая будет иметь толщину моноатомы. Дальше, конечно, нужно зависеть от того, чтобы найти эту чешуйку, ее идентифицировать, что она именно моноатомная, что нужно с ней ее контактировать и так далее. Но они все это цепь научились делать, эти чешуйки в разными способами, оптики разные, микроскопы. И сейчас вся техника хорошо развита. В последнее время люди активно пытаются разбить всякие другие методы, чтобы более контролируемые. Это, конечно, такой не очень контролируемый способ. И мы пытаемся развить экспериментаторы для того, чтобы получать более контролируемые и большего размера образцы. То есть, формология с полупроводниковыми технологиями. И там большие успехи, в частности, я взял от графена на подложке скорбуды кремния. Это такое развивающееся направление. И там пока что... То есть, там уже научились делать большие образцы, на которых там видно замечательно, там Фланда и Феркова, о котором я скажу ей. Но, тем не менее, это все-таки не монослоки большие. То есть, они монослоки на каких-то отдельных кусочках, но в целом все-таки нет. Там есть ступенечки анатомические свои. То есть, пока это не совсем идеальный образ. В то время как здесь чешуйка, это может просто по-настоящему монослой на всем своем протяжении. Но, в общем, работа во всему ведется. Видимо, понятно, что цена, так сказать, весьма великим, потому что здесь надежда, что с какого-то момента электроника станет не приемлемой, а углеродной. В частности, поэтому народ очень много этим работает, то есть, куча сверху. Очень много интересных детей. А вот эти картинки на просвет или на отражение? Ну, я сейчас... Это на отражение. Это на отражение. Это, наверное, на отражение, да. Они там подбирали... Вначале они подбирали подложку такую, чтобы это вот первое достижение было, что они подобрали к правилам, почему подложки, так что вы подчешуете, что там правильная сбитая волны, там надо было очень точно ее увидеть. Два потом... Это уже оказалось, что это можно всеми другими способами. Он здесь... Да, он силовый микроскоп. А... Хорошо. Это опять какие-то картинки, которые я когда-то давно откопировал, все, что я знаю. Да, значит, знаете, с этими образцами графена, в принципе, сейчас много чего умеем делать. Когда он на подложке, из него можно вырезать все что угодно, законтактировать вот так же, как делают очень обычные, очень-очень, 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 полоские мостики, и делать все те же самые измерения, которые делают соответствующими полуправникуными образцами. Большая активность в последнее время, я думаю, что довольно старая картинка, сейчас вы знаете немного лучше, со свободно подвешенным графиком. То есть, когда он не на подложке, а просто висит в воздухе. Ну, опирается на него темно. А то что там, но там у них некоторые сложности. в связи с измерениями, там они не получают свои измерения по четырехконтактной схеме, они меняют по двухконтактным, в общем, там какие-то есть некие технические проблемы, но, в принципе, там большой прогресс, и при этом удается получить очень безумно высокую подвижность. То есть, вот самые рекордные подвижности получены в последние годы, в десять, там они свободно подвешены. Образцах. Ну, опять красивые картинки, здесь видно. Вот, эмграфия не эта самая. Сота есть углерода. Теперь, что про эксперименты? Опять же, экспериментов здесь очень много, и это все бурно развивается. То есть, я несколько картинок покажу, опять же, довольно старых, в последнее время. Можно отдельный, сейчас курс фиксы про гиграфию начинать. Стопы там всего сделаны, и стопы делились. Но я вот скажу именно, вот в связи с тем, что это относится к ОС, свойствами локализационными, логическими. Там есть много другой физики очень красивой. Ну, вот это буквально из первых статьи, когда были проведены измеления, это было две статьи, одновременно в речи. Были две группы. То есть, одна это вот Новоселок Ким, про которую я говорил, а вторая это группа в Камаме Юниверсити, Филип Ким, который там почти сразу же. Ну, тоже над этим работали. То есть, Новоселок Ким, или чуть раньше, но... В общем, уже начиная с этого, для меня они достаточно параллельно. Вот что здесь видно? Здесь видно проводимость этого самого графенного опресца как функция напряжения на затворе. То есть, напряжение на затворе это означает, что меняется концентрация электронов. Ну и видно, что вот есть некая выделенная точка, этот ноль, где имеется какая-то минимальная проводимость, а вокруг ее, значит, проводимость растет линейно, как функция этого напряжения, Евгений Флопович, которая есть, по сути, концентрация. То есть, вот это может быть, что это концентрация электронов. Теперь, что это за выделенная точка? Здесь это, собственно, и есть, в общем, я говорю о графене, это, называется, тираковская точка. Как еще будет там на следующем, в слайде, ну вот здесь уже тоже изображено, вот спектр графена устроен так, что у него валент для зоны зонопроводимости касается друг друга, вот в двух точках, вот здесь примерно 6, но, на самом деле, это две автономики, точка, то есть, две не эквиваля, две точки, и в окрестностях этих точек в таком дисперсе, он такой конический. То есть, как удирается частица. Энергия равна скорость, умножить на модульн-интерс. Ну, вот, только здесь. Значит, он как-то элитивистский, так и безмассовое, да, и безмассовое, и безмассовое, и безмассовое частице. Вот как, вот только в отличие от, скажем, света, здесь, скорость, ну, скорость света, соответственно, скорость электрона, графика, которая нормальная, да, скорость, примерно 10,6,7,7. Вот, теперь минимальное значение, да, еще одно замечательное свойство, если посмотреть на минимальное значение в этой проводимости, то оно примерно рабочий рельеф в этой проводимости, я сказал, 200 сантиметров, да, я люблю, значит, 200 сантиметров в секунду, в 300 раз, конечно, в 300 раз, в 300 раз, в 300 раз, в 300 раз. а, прошу, да, а, минимальное значение проводимость здесь примерно 4 ве квадрат внаш, а, если пересчитать его на одну долину, вот если точка называемая долина и на один спин, то это, грубо говоря, ве квадрат внаш, то есть имеет вот такое квантовое увеличение, а, но это, может быть не очень удивительно, потому что, ну, там, я объясню, но что наиболее, да, Вот здесь пример, что в разных образцах оно всё более-менее имеет минимальное значение. Более того, что самое замечательное, оно оказывается, что оно практически не зависит от температуры. Вот здесь такая картиночка, что если это то же самое нарисованное, то есть в обоих работах, только вместо проводимости нарисовано сопротивление, поэтому оно имеет максимум в диарапузской точке, и вот это максимальное значение здесь нарисовано на что-то отнормированное и нарисовано как функция температуры. Ну и видно, что функция температуры, она практически не меняется. Теперь почему это удивительно? Потому что из-за того, о чём я вам говорил, что вообще-то нормально в квантовой системе при понижении температуры ожидается сильный квантовый эффект, а именно локализация. Взаимодействие здесь в графине сладенькое достаточно, оно есть, но оно не очень сильное, то есть эффекты связаны с сильным взаимодействием, как было в образцах, которые я показывал, где был переход метал-изолятор, то были образцы кремния с очень низкой концентрацией специально, чтобы добиться очень сильного взаимодействия. Здесь такого не должно быть. И нормально ожидалось бы, что здесь будет локализация в двумерной системе. И поскольку проводимость Е2H, то это должны быть сильные эффекты, которые при понижении температуры должны перевести всё в заряд. Теперь смотрите, мы находим по температуре до 37 К, и проводимость практически состоит. А, это вот пример, что можно было бы ожидать, если мы сравним с полупроводниковой структурой. Вот эта полупроводниковая структура, а плюс грязная полупроводниковая структура, плюс это, по-моему, в кваде одномерные образцы, а это двумерные, но в них примерно однодежно наблюдается. При высокой температуре, относительно высокой, есть тема, в меркам это высокая, а имеется слабая локализация, сопротивление постепенно нарастает, и в тот момент, когда она проходит до Е2H, происходит изменение поведения, и сопротивление начинает расти экспоненциально. Это и означает, что произошел переход, кроссовик слабой локализации, сильной локализации при унижении температуры. Это означает, что длина дефейтинга увеличилась, зашла за длину локализации, и началась сильная локализация. Тоже это в одномерии видно, и это же видно в двумерии, здесь просто та же клевая основная локализация. А сначала есть слабая локализация, а потом проводимость падает, и сопротивление нарастает. И это все как раз должно происходить в этот кроссовер, происходит в области как раз в Е2H, то есть там, где угрозительно мы не находимся. Этого не видно, и поэтому можно, естественно, задать вопрос, что же такое может быть особо монографена, что, почему в нем, в этой дераковской точке мы не видим локализацию, как я обычно при таком сопротивлении она ожидается. Ну и я вам сейчас объясню, что вот эти дераковские свойства в дераковский спектр на самом деле вполне естественно может приводить к таким последствиям в силу топологических свойств. Но прежде чем я это объясню, покажу еще один эксперимент, который тоже свидетельствует вот это замечательное проявление этой дераковости этих частиц – это кладовый эффект холод в трофей. Значит, то, что тут изображено, это… Ну, вы уже видели такие, такого типа. Значит, картинки, прокладный эффект холод, в виде холодский плато, и питьев продольной проводимости. Отличие от той картинки, которую вы видели, что здесь меняется не магнитное поле, а концентрация. На графене можно достаточно легко в больших пределах менять концентрацию с помощью затвора. И, значит, вот вы видите здесь самый эффект холод. Что в нем как бы необычно – это значение проводимости на этих платах. Вы видите, что здесь стоят дробные полуцелые числа, одна вторая, три вторых, пять вторых. На самом деле полуцелая проводимость, она хоть и целая, потому что здесь вынесена четверка, вот это все поменено в зенитском, четыре. Значит, поэтому я очень больше люблю это писать вот так вот, как нечетное число умножить на двое квадратное ажи. Вот эта двойка связана со спинного морождения, то, что остается – оно нечетное. То есть видны только нечетные плоды. А ну а если пересчитать на один скин и на одну долину, то тогда получается, что видны вот эти полуцелые. Это является свойством дираковских частиц. Можно убедиться, что для дираковских частиц именно так и должен выглядеть. Клардный эффект Холла, если между долинами нет большого рассеяния. Значит, у нас есть вот эти две долины, две тераковские точки, и оказывается, что все зависит от того, как будет. Теория того, какой будет беспорядок. Если беспорядок будет в основном рассеивать внутри одной долины, то, может, диракованный эффект Холла должен быть таким, если вам будет сравнивать все эти рассеивания между двумя, то должен появиться обычный колонный эффект Холла. Значит, вот это показатель того, что имеется дираковский спектр и того, что, по-видимому, рассеяние длинирует внутри. Ну и еще одно замечание, которое просто интересно отметить, что этот фактор эффект Холла до некоторой степени выживает до полной температуры. Вот посмотрите, что уклонисовано, что становится из-за температуры 300 кель. Ну вот, конечно, остается не так много от него, но одно плато. Это вот, это вот эта же платора, которая была здесь одна-вторая, а здесь вот, может, и четвертая уже не вынесена. Так вот, одна-вторая плато. А оно выше. То есть для сравнения, по-видимому, рекордная температура, для которой еще более-менее виден квантовый эффект Холла, температура там где-то 30 кель. То есть это порядок величины. И это очень, как бы, симптоматичная вещь. То есть видно, что масштабы энергии, вообще характерные для вот этих структур, которые, по сути, молекулярные структуры, он совершенно другой ад, в которых можно ожидать всяких разных квантовых эффектов. Ну, поэтому есть еще много ожиданий с этими структурами, что, вполне возможно, еще какие-то эффекты могут оказаться. Чуть не более комнатных температур. Хорошо. Проводим еще. Ну, да, люди. Есть такие. Есть такие. Есть такие. Да. Ну, я вот, да. Да. Как вообще перемены? Там, там, в маркературе. Фактически, в Китае, в сфериде, сфериде... Сфериде... В эксперименте, я проявлю, что в окно. Лучше бы экспериментом. Хорошо. Значит, теперь немножко, ну, в эксперименте и переходим в теорию, что, собственно, таких системы должны ожидать в КАН. Судяйся, что, собственно, должны были ожидать для проводимости в этой системе. Ну, во-первых, это сначала просто спектр графена можно сочетать простейшую такую модель. Когда у вас просто есть электрон, это прыгает на такой гексагональной решетке, значит, есть две подрешетки А и В, так, чтобы прыгать только с А на В имеется, поэтому в медленном он имеет как раз вот такой вид А в диагональной, вот в этом самом АВ пространстве. Ну, и сочетать простейшую модель, потому что прыгать только на ближайшем соседе ничего не стоит, этот самый вот этот АТК написан здесь. И это спектр, это будет просто модуль этого АТК. И дальше, нарисовав, это получится вот такой картинка. А именно, вы увидите, что у вас везде есть щель, кроме двух точек, в зоне блюлена, вот эти точки К и К, в которых щель является, и вокруг которых ваш генетиньян, если отсчитывать импульс от этих точек, соответственно, будет иметь в виду вот такого диракостного генетиньяна, вот эта матрикса 2 на ТО, длимениализованная вокруг этих точек, и вы, если отсчитываясь от этой точки, будете иметь вот такой вот приставку, то есть массовый диракостный генетиньян, да, вот здесь, здесь со скоростью b10 8-8 метров в секунду. Роль вот этого, вот эти матриксы фауры, сигма, они действуют из-за спинного пространства, которое произошло из-за пространства под решой. ТО. Теперь у этого генетиньяна есть множество всяких симметрий. Значит, прежде всего, давайте напишем здесь генетиньян, если, в принципе, добавим в него беспорядок. Значит, генетиньян – это, в общем случае, у нас будет матрица, которая будет действовать в пространстве 4х4, потому что у нас есть вот эти две предчетки, а еще есть две долины. То есть, у нас в каждой, в каждой долине, вот это, это называется долина, край кашлик, в виде раковских труб, в каждой из них есть свой генетиньян 2х2, но теперь мы их, беспонятно, можем перемешивать эти долины, и возьмите генетиньян, который будет 4х4. То есть, можно все отписывать такими спинорами, которые с индексами, которые есть в долине, и под решеточными. Ну, и, в общем, генетиньян, кинетическая энергия, она, конечно, диагональная по долинам, ну, зависит от того, как все вводить, ну, вот здесь, в Москве, в Моноисе Таузе, как-то долго. А еще есть операторы, которые связаны с беспорядком, с кремесями, которые будут зависит от того, какой у вас тип беспорядки. Ну, и в общем случае, он может быть какую-то, может быть какая-то разная комбинация, в этой самой Сигмой Таузе, можно специализировать, какой у вас тип беспорядки. Да? Хорошо. Вот следующее тогда, что мы сделаем после перерыва, мы поговорим, какие симметрии есть у этого чистого дня, и что будет, если к кремеся, какие-то из них сохраняют, какие, можно ожидать, свойства соответствующие. Тау-ноль – это просто единичная матрица. Ну, это, значит… Ну, это, значит… Ну, сейчас… Поскольку я проект Вячеславович, правильно, мы здесь… Тау-сигма и Тау-ноль, да? Сигма-тау… Сигма-ноль… Нет, Сигма и Тау – это матрицы Пауле в двух… А вот здесь, значит, сигма – это матрицы Пауле, действующие в пространстве под решеток, а Тау – это матрицы Пауле, действующие в пространстве под решеток. Поскольку я проект 4x4, это… Глубный рот. Присывать честно? Присывать с честно? Да, да, и таймер для митиничного, просто просто в записи. Присывать… Там. Спасибо. 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 Спасибо.